Мой небольшой отзыв, обзор на китайскую косилку триммер. Думаю, тем, кто не знает, стоит ли себе купить подобный триммер или добавить денег и купить что-то посолиднее, данное видео будет очень полезно. Небольшое предисловие. Конкретно данный триммер это крафтоп модель 415-5 на 1,3 кВт. И именно данная модель давным-давно снята с продажи. Опыт эксплуатации 12 лет. Да-да, вы не ослышались, лично я пользуюсь данным триммером 12 лет. И если вы думаете, что смысла смотреть дальше нету, потому что данную косилку уже не купить, то вы ошибаетесь. Во-первых, вроде как в очень редких магазинах модель проскакивает. А во-вторых, все китайские триммеры, они как братья-близнецы. И у них практически все детали взаимозаменяемые. Если вы думаете, что китайские триммеры плохие и ненадежные, то соглашусь с вами лишь отчасти. В общем, давайте я поделюсь с вами своим опытом эксплуатации, а выводы вы делайте сами. Купил данный триммер в далеком 2011 году. На тот момент порядок цен был такой. Либо данный китаец, к слову, довольно мощный, 1,250 ватт. Либо самый скромный, самый слабый, даже не двуручный и без подвеса штиль. Я подумал и решил, что штиль не вариант. Значит так, что по поломкам? Это самое важное. Буквально через неделю у меня переломилась рукоятка. Прямо посередине. Сама трубка из алюминия просто лопнула. Ладно, нашел примерно такую же трубку, но из черного металла, которая служит до сих пор. Дальше. Примерно через 2 года потек бак. Он лопнул в месте крепления к раме. Но так как я увидел это вовремя, то успел просто его запаять обычным паяльником. После этого проблем не было до сих пор. Примерно на 8-9 году эксплуатации вышел из строя стартер. Приобрел новый от какого-то другого китайца. Все стало на свое место, так же работает до сих пор. Карбюратор. На 10-м году эксплуатации стало плохо заводиться. Сначала отдавал соседу, он там что-то регулировал. Но скажем так, раз на третий сказал, что карбюратор старый, иголка износилась, нужно либо менять, либо, как я, купить ремкомплект. Заменил и все работает. Думаете это все? Естественно, нет. На 12-м году эксплуатации пришлось заменить редуктор. Опять же, купил ноунейм китайского производства. Все работает хорошо. На том же 12-м году, буквально перед самим монтажом данного видео, поломался кожух, а точнее его нижняя часть. Купил новый. Стоит он что-то в районе 4 долларов. Проблема не сильно большая. И, пожалуй, все. Ну, естественно, что за все время эксплуатации заменил огромное количество различных голов. И дешевых, и дорогих. Но это расходник, это в расчет не берем. Все. Помимо вышеперечисленных проблем, больше дискомфорта триммер мне не доставлял. В каких условиях эксплуатировался триммер? Дачный участок, кашу регулярно. Площадь 12 соток. Что по мощности? Не знаю, сколько лошадей или киловатт убежало за все это время, но было 1250. И на данный момент мощности хватает за глаза. По моим меркам, косит все на ура. Итого, чисто мой вердикт и мое мнение, стоит ли покупать китайский триммер. Исходя из моего опыта, проблем с ним, ну, почти не было. Вы можете не согласиться, потому что я много чего заменил. Но позвольте. Ему 12 лет. Ни год, ни два. 12. Я не уверен, что, скажем, тот же Штиль или Шиндаева или Хускварна прям без поломок переживет этот срок. А цены там, если что, совсем не демократичные. Второй момент, что все детали, что карбюратор, что штанга, что бак, они на самом деле стоят недорого. Например, бензобак на озон стоит 8 долларов, карбюратор от 5 до 15, редуктор 8, ручка с тросиком и проводом от 6 долларов, ну и так далее. Скажем так, все, что у вас может поломаться, подходит практически от любой модели. То есть, взаимозаменяемость на высоте. Ну, а стоимость я уже озвучивал. Из прям минусов, пожалуй, могу отметить подвесную систему. Она очень простая. И поработав в чем-то подороже, например, вот в таком или вот в таком, понимая, что вот это, ну, не очень удобно. Опять же, скосить 12 соток это одно, проблем нет. Косить сутками напролет это совсем другое. Как видите, за такой срок с системой ничего не случилось. Разве что в нескольких местах подшил нитками. Все. Так вот, возвращаемся. Лично мое мнение. Если ваш бюджет ограничен, то не раздумывайте и берите дешевый китайский триммер. Своих денег он стоит. Только не берите самые дешевые и слабые модели. 1,3 киловатта за глаза. Какой производитель? Мне кажется, особой роли это не играет. Зайдите в магазин в вашем городе, которому вы доверяете. Спросите, какая фирма и модель самая популярная. Каких запчастей в наличии больше всего, чтобы с ними не было проблем. А проблем не будет, потому что, скажем, карбюраторов всего-то, ну, варианта три или около того. Редукторов тоже всего несколько вариантов на все китайские триммеры. Ну, наверное, два. Ну и далее по списку. Короче, китайский триммер это такой маленький конструктор из стандартных деталей, которые стоят недорого, меняются легко и продаются, ну, прям много где. Это не так, как на других дорогих брендах, что конкретная деталь от конкретной модели подходит только к конкретной модели. Извиняюсь за ставтологию. В китайских триммерах взаимозаменяемость комплектующих огромная и просто великолепная. Надеюсь, мой отзыв будет вам полезен. И еще раз, не нужно думать, что китайские триммеры барахло. Если вы не нарвались на заводской брак, то, скорее всего, все у вас будет хорошо. Кто-то в комментариях обязательно напишет, что купил подобную косилку и она поломалась через неделю. И да, я тоже могу привести вам такой же жизненный пример. У меня знакомый купил подобный триммер, не этой фирмы, но похожий, и через пару недель понес его в ремонт по гарантии. Там что-то с поршневой. Да, бывает, заводской брак, как и везде. Опять же, если вы считаете, что я не прав и ваш опыт кардинально отличается от моего, с удовольствием почитаю в комментариях. Возможно, раньше, 12 лет назад, китайцы делали вещи, а сейчас скатились. Хотя, сомневаюсь. Одним словом, комментарии приветствуются. Как-то так. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.